МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорят, красота и ум – сочетание довольно редкое. Только самых достойных природа награждает и тем, и другим. Моя сегодняшняя гостья как раз-таки из тех женщин, которых можно назвать и красавицей, и умницей. У меня сегодня в гостях официальный с Якутия 2004. Мисс зрительских симпатий конкурса «Мисс Виртуальная Якутия». За плечами которой красный диплом Московской государственной юридической академии ныне практикующий и успешный адвокат Юлия Моисеева. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно тебя видеть на площадке нашей передачи. И очень рада, что ты сегодня решила поделиться с нами своим фотоальбомом, фотоснимками, пусть он и не полный, но я вижу уже богат огромным количеством снимков. Есть что рассказать, есть что показать. Давай начнем нашу беседу с самой дорогой фотографией, которая тебе очень нравится, которая теплеет душу, и глядя на которую у тебя поднимается настроение. Ну вот эта фотография. Мне здесь почти что годик. Это я со своими родителями в парке в городе Якутск. Расскажи о своих родителях. Моя мама, она сейчас уже на пенсии. Она помогает мне с моим малышом. Я сама уже мама. Моему сыну почти 5 месяцев. И мама вот сейчас вся в наших семейных заботах, помогает нам очень сильно. Вот. Мой папа, он умер уже в 2003 году. Мы вот с мамой вдвоем остались. Но для меня моя семья, это все равно мои родители. И мы все годы вот были вместе. И вместе родители меня воспитывали. Очень много мне уделяли внимания. Ты в семье одна? И заботы. Да, я единственная ребенок. Ну давай поговорим о школьных годах. Какой ты была в школе? В школе. Вот не глядя на фотографии, я думаю, что ты была таким прилежным ребенком. Была лидером. Очень часто, наверное, выступала на сцене. Театральные постановки, конкурсы чтецов. Совершенно верно. Про конкурсы чтецов тоже. Даже на английском языке у нас были конкурсы чтецов. В какой школе училась? Я училась в Якутском городском лицее. Ну так он назывался, когда я его закончила. Когда я поступала туда, я училась там с первого класса. И называлась Якутская городская коммерческая школа. В школе я очень благодарна. Очень хорошая база иностранных языков. Да, очень вообще расширенные знания, углубленные изучения языков и определенных предметов. И даже если уже забегать вперед, говорить о моей профессии, то такой предмет, как юриспруденция, был у меня в школе с 9 класса, по-моему. А, тогда с 9 класса ты уже готовилась к нацели на свои будущие профессии. Давай об этом поговорим. Да, вот в предварительной беседе ты сказала, что все пошло с детства. Вот стать юристом. Как все было? Давай, небольшая предыстория. Я однажды сказала своему папе, что я хочу стать прокурором. Папа внимательно выслушал меня и сказал, прокурором это, конечно, хорошо, но это сложно для женщины. Я сказала, тогда адвокатом. Ну вот вроде бы такая детская какая-то шутка или, ну, можно было бы про этот разговор вообще не вспоминать, но почему-то так и сложилась моя судьба. Не то, чтобы я случайно попала в профессию, я этого хотела. Я к этому ушла, это была моя цель. И мне действительно, я считаю, что это дело моей жизни. Ну, на определенный момент уж точно. Ну, маленькие дети обычно очень переменчивают в своем выборе. Допустим, сегодня я буду танцевать, буду балериной, завтра буду актрисой, послезавтра буду прокурором. Как с тобой было? Изначально, когда я была еще помладше, я хотела стать модельером. Ну, мне было такое, что мне нравилось там из каких-то вещей что-то подбирать, сочинять. Вот и красота интересовала тебя. Да, да. Ну, наверное, это просто женские штучки какие-то. А вот по поводу адвокатуры, вроде бы вот этой шутки. В дальнейшем, когда вот я училась в первом классе, там, пятый класс, даже седьмой, я, наверное, сильно не думала о профессии. Но не было у меня такого, не стояло. То есть, когда постоянно меня никто не спрашивал, кем ты хочешь стать, кем ты будешь. Ну, потом это спрашивают в основном у детей детского, вот, вот, садовского возраста. У меня как-то сильно спрашивали. Да и я не особо распространялась. Но когда вот подошел возраст более серьезный, когда мне было лет 13-14, ну, серьезный возраст в смысле, для каких-то уже шагов таких. И вот тогда я задумалась все-таки о том, что юридический факультет. Дело в том, что мама моя, она по первому образованию филолог. Но когда я училась, когда мне было лет 10, мама закончила и получила юридическое образование. Второе высшее образование. И вот когда она училась, я смотрела, я видела ее конспекты, я видела, как она учит латинский язык. То есть даже вот какие-то такие вещи, я уже тогда что-то начала понимать, вникать. Ну, насколько может это себе позволить детский мозг. Но мне тогда это было уже, заинтересовало это меня. И, возможно, это наложило отпечаток определенный. Поэтому через пару лет, когда уже вопрос ставился о поступлении в ВУЗ, а в нашей школе этот вопрос уже в девятом классе решался, и уже говорили родителям, пора задумываться, куда ваши дети. Потому что два последних года надо усиленно готовиться, заниматься для поступления. У нас школа серьезная была, и ребята в основном поступали в центральные ВУЗы. То есть как-то вот с таким багажом знаний старались марку держать. Вот это, то есть действительно все, что было вложено, надо было реализовывать. Но моя героиня могла бы спокойно поступить и на факультет международных отношений, или учить языки, потому что еще в школе она в совершенстве владела французским языком. Несмотря на то, что она не училась на круглые пятерки, знание языка помогло ей попасть на президентскую елку, где был телемост с Францией. Мероприятие было после конкурса «Мисс Якутия». Кстати, о конкурсах. Опыт участия в них у Юлии был с детства. Сперва это были просто выступления на сцене, дальше конкурсы талантов. И чем старше и краше становилась моя героиня, ее стали приглашать уже на более масштабные мероприятия. Был даже опыт работы в международном модельном агентстве в Китае. В детском саду был первый конкурс. Он назывался, конечно, не конкурс красоты, и ничего-то надо было сделать что-то своими руками, надо было выступить, и в том числе какой-то красивый костюм должен был быть. И вот я этот конкурс детский выиграла. Потом в младших классах таких конкурсов... Ну да, вот был этот конкурс «Мисс Осин», но это уже постарше. И этот «Мисс Осин» был каждый год, и мы всегда, каждый год. Но все равно, когда ты маленькая, ты же хочешь выиграть. Выступали, да. Но первый, кстати, конкурс такой был. Это был конкурс в школе. Я училась в девятом классе, 2003 год. И вот меня от класса отправили на... Это уже первая смена была. Девятый, десятый, одиннадцатый класс. Нам казалось, что мы такие взрослые, что мы попали в первую смену. И мы готовились к конкурсу школьному. И я там заняла второе место, по-моему, на этом школьном конкурсе. Вот. Ну вот. С этого, наверное, началось. И через год я уже участвовала в «Мисс Якутии». Еще через год «Мисс Виртуальной Якутии». Это десятый, одиннадцатый класс. Да. Ну вот десятый, одиннадцатый – это уже на уровне «Республики» конкурсы были, получается. Все началось так безобидно. А что дают эти конкурсы? Это, наверное, избитый такой традиционный вопрос. Но все-таки интересно узнать твое мнение. Вообще помогают эти конкурсы? Для чего они нужны? Ну, вообще, я на конкурс попала случайно. Мы ездили с мамой на отдых. Мы поехали в Турцию. Приехали. И здесь такая в якутске реклама. Конкурс «Супермодель Якутии». «Я супермодель» или как это называлось. А тогда по федеральному каналу был конкурс, где Бондарчук был ведущий. Там «Ты супермодель» называлась. И мы подумали, что это они приезжают к нам. А все организовывала театр моды «Яйко», в котором я впоследствии состояла. Работала, можно так сказать, если. И вот мама моя позвонила и записала меня на кастинг. Но мне тогда было... Мама, значит, поддерживала. Да, мне тогда было 15 лет. Я еще нигде не участвовала. Я абсолютно не была никакой модельной подготовки. Мы просто вот увидели эту рекламу. Мама позвонила и спросила, какие нужны параметры. У меня тогда рост был 176 сантиметров. Они сказали, конечно, приходите, у нас таких высоких нет. Но спросили, сколько лет. И мама спросила, сколько нужно. Они сказали, нужно, чтобы в сентябре было 18 лет. Мама сказала, вот нам как раз в сентябре 18 лет. А мне было 15, только исполнилось. Естественно, что я по возрасту не дотягивала. Но я была не одна такая. У нас были девочки, которые тоже были младшие. Но мы все прошли, мы участвовали. Это был телевизионный конкурс. Это были фоторепортажи, видеосъемки постоянные. Которые тренировались. Мы тренировались в Якутске. Да, то есть у нас была определенная форма. То есть это был этап четверть-финал, полуфинал-финал. И, ну, конечно, я не выиграла этот конкурс. Я была маленькая, только начинала. Но для меня это был уже какой-то шаг. И мы за две недели сумасшедшей подготовки. С девяти до шести. Осанка, походка. У нас даже были аэробные занятия. И занятия с психологом были. И вот после этого конкурса мне позвонили за ИКО. И предложили к ним войти в основной состав модельного агентства. Я, конечно, согласилась. Это был, получается, 2004 год. Это был август-сентябрь, а уже в декабре я участвовала в Мисс Якутии. Хорошо. Вот говорят же, после того, как вы друзили Корону, я проснулась другим человеком. Не то чтобы другим человеком, внутренне меняешься. Может, отчасти меняешься. Но меняется все вокруг. Отношения людей и более пристальное внимание. А ты еще школьница. Как все было? Я помню, что я пришла в школу в понедельник. И на стенде висело поздравление, что мы поздравляем Юлю Моисееву, которая заняла... Манитла мастером. Нет, нет, распечатанные просто. Не четыре, но крупные. И я не ожидала, но мне было очень приятно. И, конечно, школа у нас была небольшая, все знали, все их помнили, кто более-менее приближен к моему возрасту, в том числе и наши преподаватели. Было приятно, очень приятно. Такой, конечно, какой-то, говорить, известности не представляется. Возможно, потому что, ну, я, во-первых, меня это не интересовало, что я должна ходить и всем рассказывать. Нет, но... Было небольшое приключение, на котором ты собираешься. Да, ну, я ходила, естественно, что были съемки на телевидении, в том числе и в одной передаче, в которой мы с тобой познакомились 10 лет назад. Даже не 10, даже уже 11. Даже больше-больше, да. Включается, что ли. Вот, потом, ну, значит, была определенная программа девушки, которая финалистки, особенно победительница. Это не просто так ты одела корону, идешь себе дальше, живешь своей жизнью, и не только рекламные какие-то проекты. Да, это было раньше, не было здесь такого сильно. Социальная направленность. Да, социальная направленность была. То есть мы посещали, я помню, что общество слепых, значит, в том числе и это взрослые были. Мы приходили девушкам, рассказывали. Они почему-то вот интересовались в основном вопросами о красоте, об уходе, о чем-то таком. Ну, это было с их стороны, был большой интерес к этому. И я тогда поняла, что действительно, видимо, на таких людей, которые вот где-то участвуют, девушки там выигрывают, с особым интересом смотрят. То есть у меня не изменилось ничего. Но для кого-то я стала каким-то, вызвала какой-то интерес, может быть, даже каким-то примером для кого-то стала. То есть спустя определенные годы я узнаю, что кто-то там интересуется, кто-то помнит обо мне, хотя для меня, ну, это не несет никакой там нагрузки там интересной. Блеск, софито, вспышки камер, корона признанной красавицы не вскружили голову моей героини. Юлия всегда знала, что учеба и новые знания дадут путевку к ее заветной мечте. А мечтала наша красавица, как сказала ранее, о карьере юриста. Я закончила школу в 2006 год и поступали не по ЕГЭ. Мы сдавали ЕГЭ и потом еще поступали отдельно. Я поступила на базе департамента нашего, то есть я училась на бюджетной основе, значит, от республики. И поступила я в Московскую государственную юридическую академию в Москве. Ну, это, наверное, один из самых лучших юридических вузов. Я безумно рада, что я туда попала, что мне представился такой шанс. И я когда поняла, что куда я попала, какой это уровень, я должна была держать марку, я должна была учиться хорошо и получить знания. И для меня это было вот очень важно, что-то сделать, доказать, какие-то способности свои проявить. Ну и вот так получилось, что я первую сессию завершила, посмотрела на свои оценки, подумала, почему бы нет, почему бы не поработать на красный диплом. Ну, в принципе, это не важно, как ты закончил. Конечно, если ты учился на все одни тройки, ну, наверное, сомнительно говорить о том, что человек в будущем хорошими знаниями будет обладать. Но красный диплом, он был для мамы. Мне хотелось ей... Вот, кстати, фотографию. Мне хотелось как-то отблагодарить родителей. Они очень много в меня вложили. Но я имею даже в виду не только родителей, но вообще всю семью, бабушки мои, вообще моя семья. Все близко общаемся, и у нас как-то вот все благодаря им. Не бывает же такого, чтобы влияние не оказывало семья. Я считаю, что очень-очень много формируется в семье. Наверное, вообще, я считаю, что все, что у меня есть, всем этим я благодарна своей семье. Именно. То есть у меня не было влияния со стороны других людей. Я была в семье полностью домашний ребенок. Но такая красавица не могла остаться незамеченной. И в Москве Юлия стала получать предложение об участии на показах, съемках на телевизоре, рекламе, глянцах, изданиях. Эта работа неплохо оплачивалась, поэтому Юлия, чтобы не зависеть от родителей, и сотрудничала сразу с несколькими модельными агентствами. Синяя Собчак – это была работа в Москве уже. Это был для домашнего очага, для журнала. Выпуск – это… То есть у нас здесь зал, мы перед ними выступаем. Приглашенные любимые читатели этого журнала, чем-то особо сдающиеся. И вот это был такой некий семинар, который называется «Мужские вещи в женском гардеробе». И вот на мне мужской пуловер одет. Рубашка, да, по-моему? Нет, пуловер только, рубашка, по-моему, женская. Что можно спокойно. А Собчак сама, все, что было на ней надето, кроме обуви, это все из мужского гардероба. Как интересно. Вообще, расскажи, как устроен модельный бизнес там, изнутри. Потому что мы в журналах читаем одно, по телевизору видим другое, и в сети пишут совершенно другое, да? Это большая работа. Человек, который побывал там, наверное, много знает. Это очень большая работа. Для меня это было хобби, когда я была здесь, в Москве. Первые годы я исключительно училась. Я не задумывалась о том, чтобы заниматься этим. Потому что когда я закончила школу, вот после конкурса «Нисс виртуальная Якутия», меня отправили в Бразилию. Я ездила в Рио-де-Жанейро. Вот это фотография оттуда. Значит, я ездила туда не просто так. Я должна была поехать затем на «Мисс Фэшн Ти Ви» в Камбоджу. Но туда поездка отменилась. Это был подарок на «Мисс Виртуальной Якутии» от Татьяны Никитиной. В Бразилию я съездила. Но там не получилось встретиться с человеком, который должен был меня посмотреть. И тогда я поняла, что все. То есть у меня где-то 10% было мыслей о том, что может быть. Может быть туда все-таки. Но все-таки мысли о том, чтобы поступать и получать высшее образование. Вот эта фотография показывает, где ты выбрала свой точный путь. Да. То есть тогда для меня это был некий отдых. Но все в этот момент, все мои одноклассники готовились к ЕГЭ. А я, это мае месяце, я уехала в Бразилию. И получается, что я прилетела. Я летела двое суток. Это же тяжелый переезд из Рио во Франкфурт. Из Франкфурта в Москву. Из Москвы в Якуск. Я двое суток не спала. Я прилетела в 8 утра. В 9, по-моему, была линейка. И вот я... Успела. Успела. Я приехала. И еще меня наградили в школе. Сделали номинацию. Человек года. Было, оказывается, какое-то голосование в школе. И ребята за меня проголосовали. У меня есть награда небольшая. Я даже не поняла, почему. Ну, вот, видимо, опять же, возвращаясь к вопросу о том, как я воспринимаю, как воспринимают окружающие. Видимо, для окружающих людей это что-то значит. Вот эти какие-то конкурсы. Хотя я бы не сказала, что как-то для меня это серьезно. И после этого я поняла, что я сосредоточусь исключительно на учебе. Я не распылялась. Я не ходила никуда. Я не встречалась ни с какими друзьями, ни с кем. Я занималась исключительно учебой. И это дало, значит, позитивные плоды. А в курсе на втором я подумала, почему бы нет. И отправила свои фотографии в модельное агентство в Москве. Они меня пригласили на кастинг. И меня взяли тоже в основные составы. По-моему, на ряде сайтов до сих пор мои фотографии фигурируют. И они до сих пор их не убрали. И даже директора агентств до сих пор пишут мне, Юль, ты не в Москве. Я говорю, ну нет, я вот вернулась, переехала. Ну все равно у меня не общаемся. Ребенок, да? Да, уже и так. И несмотря на это, когда у меня было свободное время, тогда я занималась этим делом. Но в Москве я получала за это хорошую оплату. Поэтому для меня это была некая подработка. Что было очень необходимо студентам. То есть если у меня был бы вариант идти на какую-то подработку для студентов, ну как обычно, это же ничего серьезного себя не представляет. А здесь я работала еще и со знанием английского языка. На выставках с иностранцами, с итальянцами, с немцами работала. Модельный бизнес давно уже в прошлом. Но ее лицо до сих пор можно увидеть на бьюти-продукциях, глянцевых изданиях и даже на обложках книг. Мой одноклассник мне прислал фотографии. Говорит, Юль, смотри, что я нашел. А ты не знала? Мои фотографии я не знала. Ну, я отдала права на фотографии, писала релиз. И эти фотографии до сих пор везде публикуют. В Москве большое количество баннеров. А агентство, получается, продала эти фотографии? Да, фотографии продала фотографам, которые делали. Где-то у меня есть большая фотография тоже из этой фотосессии. Они до сих пор здесь, мне 20 лет на этой фотографии. Это было очень давно. Но фотографии до сих пор живы. Книгу сама прочитала? Нет. Мама читала, я не прочитала. А у меня некогда, к сожалению. Будет время, прочитаю. Отличная фотография, отличная в снеге. Значит, фотограф купил эти фотографии и имел право... Да, и они до сих пор их продают. Они различные в различных журналах о красоте, о моде. Ну, естественно, что это фотографии, так называемый baby face. То есть это близкое лицо снято с улыбкой. Поэтому они пользуются популярностью. Несмотря на съемки, моя героиня не забрасывала учебу. Ведь цель, получить красный диплом, она поставила перед собой еще на первом курсе. Хваткая и всегда целистремленная Юлия успевала и предмет учить, и сдавать сессию на отлично, и стажировку проходить у лучших адвокатов и юристов. Изначально я после того, как я закончила вуз, в пятницу я защитила диплом. И в понедельник я устроилась на работу. То есть я прошла собеседование, меня взяли, и я работала очень известного в России адвоката. Без практики взяли? Без практики, с тем, что я с красным дипломом, ну это помогает, потому что... А ты не думаешь, что твоя внешность тоже помогла? Вы знаете, я когда приходила на это собеседование, вот Гасан Борисович Мирзоев, мой первый руководитель, он меня вызвал к себе, и мы с ним разговаривали, он задавал мне вопросы. И когда я сталкивалась с высокопоставленными лицами такими, они всегда спрашивают про семью. Не смотрят особо, как бы, я же не приходила на каблуках, там, с прической какой-то. Я в обычной жизни, когда к серьезным мероприятиям, никаких макияжей, таких, ничего, чтобы это не отвлекало. Спрашивают, сдают вопросы, отвечаешь, смотрят, как ты разговариваешь, как ты себя ведешь, и после этого тебе готовы что-то предложить. После того, как я работала у Мирзоева, вот он меня принял, я работала у него стажером. Пока я у него работала, он меня отправлял в кое-какие учреждения, в военную прокуратуру. Я пришла туда, и зам генпрокурора, это главный военный прокурор, он мне предложил работу там. Он посмотрел, он меня опять спросил про мою семью, что я закончила. Посмотрел, как я разговариваю, предложил работу там. Я говорю, к сожалению, спасибо большое, но я вот в адвокатуре. Потом я проходила практику в Мосгорсуде. Мне, как человеку, который вот шел на красный диплом, тоже меня отправили вот в Мосгорсуд. Я месяц там проходила практику. Я делала очень интересную работу, обобщала практику по городу Москва. И буквально через несколько месяцев освободилось место, мне предложили там работу. Я работала уже в адвокатуре. То есть у меня было масса предложений и невнешность абсолютно. Если у тебя в голове ничего нет, тебе не предложат такую серьезную работу. До того, как я пошла работать в адвокатуру, я стажировалась неделю в Министерстве обороны у Васильевой. Меня оставили работать, но я отказалась. Мне предложили пойти помощником к Сердюкову. Я отказалась, я не захотела. Видимо, что-то почувствовала. Как раз через полгода там, не будем вспоминать, это все страна знает, какой там был скандал с Минобороны. А подружка моя, с которой мы учились в институте, она всталась, и она вот все это пронесла весь тяжелый период на себе. В Якутске Юлия сдала адвокатский минимум и устроилась в коллегию адвокатов республики. Несмотря на возраст, старшие коллеги сразу в ней увидели те качества, которые необходимы хорошему преуспевающему адвокату. Тем самым наша героиня развеяла стереотип – молодая, значит, неопытная. Выигранных дел у молодого перспективного адвоката немало, поэтому сегодня ей уже есть чем гордиться, чтобы дальше бороться за справедливость. Обычно мне говорят мои доверители, это позже, когда они говорят, мы вначале пришли, вы думали, девушка молодая, а потом вы нам помогли, вот спасибо. И люди понимают, что возраст не играет никакой роли. Есть знание, есть желание, значит, будет результат. Поэтому я считаю, что наличие опыта в несколько лет или в 20 лет не всегда играет решающую роль. Молодые, наверное, и гибкие, да? Да, очень гибкие, потому что нам хочется… И держит руку на пульсе, на выведении. Нам хочется быть всегда в теме, всегда быть на этой определенной волне, то есть быть мобильным, гибким. Это все про нашу работу. Как говорят адвокаты, ноги кормят, поэтому мы на месте не сидим, мы всегда работаем, мы всегда развиваемся. Это очень серьезная профессия в плане обновления знаний, потому что очень большое количество изменений в законодательстве, буквально еженедельные. И это надо отслеживать, если ты не отслеживаешь. Это наша обязанность прямая у адвокатов. Я всегда душой вкладываюсь в любое дело. Не важно, кем бы я работала, если бы я работала инженером, хоть кем бы я работала. Я всегда вкладываю душу, но поскольку мы работаем с людьми, мы работаем с проблемами, с человеческими, когда я вижу, как люди страдают, даже плачут, и вот это все ты видишь, естественно, что ты перекладываешь на себя какие-то эмоции человеческие. И поэтому иногда это тяжело, иногда это мешает, потому что я действительно переживаю, но, опять же, эти эмоции, они помогают, очень сильно помогают. Добиваешься справедливости для людей. Юлия всегда была за справедливость. Родные и близкие до сих пор помнят тот случай, когда о маленькой девочке писали печатные издания. А случай был такой. Девочке надоело играть на грязной серой площадке и, собрав всех детей двора, отправилась в управляющую компанию, где вытребовала краску, кисти и, собственно, ручно раскрасила вместе с друзьями любимый двор в яркие цвета. Мы боролись за чистоту и красоту детской площадки родного города. То есть мы начинали с одного места. Это было очень тяжело. Мы ходили в наше ЖЭО, просили кисточки, краски. Это было так тяжело. Это была исключительно твоя инициатива? Ну, подбила всех я на это дело. Но ребята, которые жили в нашем доме, ровесники, они помогали. Мы все это делали вместе, естественно. Я по натуре такой человек. Я не могу сидеть сложа руки, когда я вижу, что есть что-то, что нужно улучшить. Я этим занимаюсь. Юлия Моисеева – одна из немногих адвокатов, которая открыта и готова помочь тем, кто не знает свои права и что за них нужно бороться. Именно поэтому ее часто можно видеть на телевидении, в печатных изданиях, где она дает комментарии на часто задаваемые вопросы. Какие дела ты ведешь и как ты выбираешь? Ты же за все берешься? У меня нет узкой специализации. Я занимаюсь и гражданскими, и уголовными делами. Есть ряд определенный отраслевой, который я не беру в силу того, что я считаю, что все-таки должна быть какая-то определенная практика или то, что тебе интересно, чем ты занимаешься. Поэтому люди приходят, берем, помогаем. По поводу бесплатной юридической консультации. Это большое время занимает в моей жизни, и такое важное. Здесь у меня есть статья обо мне. В том числе, что я и пишу статьи, и много-много передач мы сняли для НВК САХ, для САХА-24. Это тоже бесплатная юридическая помощь. То есть я занимаюсь тем, чтобы в массы нести информацию о юриспруденции, о законах, потому что наши граждане не знают своих прав и попадают из-за этого в очень неприятные ситуации. Если вот мне повезло, у меня в школе были основы юриспруденции, то для людей более старшего поколения, конечно, этого не было. Поэтому мы стараемся этим заниматься. Проводим лекции в школах. В том числе и даже для учителей проводили лекции несколько об их правах и обязанностях. Обязательно, конечно, для учеников, потому что у нас возраст уголовной ответственности, административной ответственности начинается еще в школьные годы. По поводу бесплатной юридической помощи есть специальный закон, по которому мы помогаем определенным категориям граждан. Но они обращаются в адвокатскую палату, и палата уже им направляет конкретному адвокату, который берется за это дело. В том числе ежеквартально Ассоциация юристов России в городе Якутске проводит День бесплатной помощи. Обычно это музей, библиотека имени Пушкина. И мы располагаемся там. Любой гражданин, неважно какого статуса, возраста, приходит, и мы даем ему консультацию по вопросам, которые интересуют его. Это определенные дни, которые освещаются? Да, в средствах массовой информации. Свою половину Юлия встретила на работе. Юлия считает, что люди одной профессии лучше понимают друг друга. Он тоже адвокат, у него своя контора. Супруги охотно делятся знаниями, часто советуются, что помогают находить общие ответы по делам, которые они ведут. Словом, у них общие интересы и смотрят в одном направлении. Бытует мнение, что люди одной профессии тяжело сходятся, и, наверное, это тяжело каким-то образом. У нас не так. Мы взаимозаменяемые. Мы можем друг у друга посоветоваться. Потому что бывает, когда ты занимаешься очень долго делом, иногда ты смотришь, смотришь, не видишь очевидных вещей. Поэтому можно рассказать, и тебе совершенно безвозмездно, и с доброй душой тебе все это сказано будет. Поэтому мы друг другу помогаем. И всегда советуемся почти в каких-то определенных моментах. Ну, ведь говорят, у каждого своя правда. Ну, вот поэтому и иногда нужно услышать мнение другого человека. Какая ты в семье? Я не могу, наверное, об этом сказать. Наверное, это мужа надо спросить. Но я думаю, что он доволен. Какая ты дома? Борщи? Ну, я хозяйственная. Стрякаешь? Ну, готовлю, конечно. И я очень люблю, когда чисто. Я не люблю, когда где-то что-то не на своем месте лежит. Вот у меня есть пунктик. Все, мне надо было, чтобы все было прибрано и лежал на своем месте. Сейчас у нас маленький ребенок. И очень много вещей, стирок, уборок. Поэтому, опять же, на это время немного уходит. Мальсетик. Ну, раз наша передача называется «Фотоальбом», и у тебя все еще впереди, и в профессиональном плане, и в личном плане. Вообще, какие фотографии ты еще хочешь видеть в своем вот этом необычном альбоме? Ну, конечно, это фотографии уже с моей семьей, с моим ребенком. Пока с одним. Но я думаю, что будет еще. Вот. И я уже, когда стала мамой, я уже стала задумываться о внуках. Уже, да? Да, я думаю, что, наверное... Ребенку пять месяцев, а она уже думает о внуках. Я уже думаю, как у него сложится жизнь. Мне бы хотелось... Я думаю, что, наверное, самое большое в жизни – это твоя семья. Пока ты сам не родитель, ты не беспокоишься о своих родителях, ты думаешь, как было бы хорошо, если бы они были счастливы. И когда у тебя уже есть свои дети, у тебя уже еще больше желаний. Хотелось бы, чтобы твои дети были счастливы. Поэтому я как-то вот сейчас нахожусь в такой гармонии. Потому что я считаю, что в своем возрасте, мне сейчас 27 лет, я считаю, что у меня все сложилось как нужно. Я вот во всех отраслях успешна. Семья, карьера, работа, ребенок. Что ж, Юля, спасибо большое тебе за интервью. Мы тебе, конечно, желаем дальше расти в профессиональном плане, в личном плане, чтобы у тебя была большая семья. И чтобы все твои мечты, потому что все женщины все равно в глубине души дети, девочки, все равно они живут мечтами, чтобы вот эти все мечты твои притворились в жизни. Спасибо. Большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова